Мы русские! Мы вместе! Что такое фашизм? Фашизм это Гитлер. Мобильник! Мобильник! Культ лидера, культ силы. Но мы не приемлем этого бесконечного гнета. Мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации. Фашист тот, кому не понять, что для построения нормального общества с людьми надо вести диалог. Вначале исчезает место для свободной журналистики. Затем под запрет попадает уже все, что не совпадает с линией партии. Когда не работают ни выборы толком. Нам нужна твердая президентская власть. Фюрер это партия, а партия это фюрер. Это обращение к национальному мифу. Вот были, дескать, времена, когда наша нация была великой. Вы сейчас какую страну описали? Мгновение восьмое. Рейхстаг не место для дискуссий. Железной метлой я вымету всех, кто лишь за счет своих коммунистических или буржуазных взглядов, занимая высокие должности, подавлял устремления нашей нации. Оказывается, вплоть до войны Герман Геринг, как и многие нацистские деятели, оставался депутатом парламента, ну то есть Рейхстаг. У нас, россиян, сегодня тоже есть парламент. Принимать все эти важные законы в Нижней Палате с каждым днем все труднее. Я много раз слышал, что кнопки не срабатывают. Но чтобы кнопка сама голосовала в отсутствие депутата, первый раз слышу. А что это значило тогда? Зачем парламент нужен был в Третьем Рейхе? Ну это было просто шоу. Германа ведь еще в 32-м, перед приходом нацистов к власти, избрали председателем Рейхстага. Так к чему эти шоу были нужны? Ну как, наверное, люди все же понимали, что к народовластию происходившее отношение не имело. Это было, по-моему, ясно. А Герман и без того занимал столько разных титулов, должностей. Сегодня об этом смешно говорить. Я вот даже не знала, что он еще и в парламенте оставался. С июля 32-го и до конца войны. Вождет также являлся депутатом Рейхстага. Рейхстага. Поразительная для нас история. Думаю, это была такая маскировка. В стране все эти годы продолжали делать вид, будто живут в какой-то парламентской демократии. Будто все эти депутаты имели хотя бы какое-нибудь политическое влияние. Добрый день, уважаемые коллеги. Выскажу от всех депутатов слова благодарности за принятое решение. Благодарю вас, Вячеслав Ильич. Пожалуйста, Геннадий Ильич, КПРФ. Не по одному из вопросов, которые вы ставили, у нас нет разногласий. Спасибо большое. Пожалуйста, Слуцкий Леонид Эдуардович. Сегодня должен отметить, у нас не время для партийных противоречий. Спасибо. Пожалуйста, Миронов Сергей Михайлович. Все фракции Государственной Думы едины. Пожалуйста, Владимир Абдулевич. Страна у нас и народ один. И президент тоже. Для Гитлера, как и для многих других, парламентаризм – это не что иное, как признак раздробленности общества, в котором у каждого свои эгоистические интересы. Гитлер пишет, к примеру, о том, как в Вене, в австрийском парламенте, он стал свидетелем того, как, ну, решительно невозможно стало работать, как спорили друг с другом все эти депутаты-словенцы, чехи и представители прочих меньшинств Австро-Венгерской империи. В представлении Гитлера парламент – это пример коррумпированной системы, а его члены думают только о себе, делают все лишь для себя, а не ради народа. Так что парламент подлежит устранению. Для Гитлера, впрочем, были важны всякие выборы, референдумы. Сначала выборы в Рейхстаг, потом, в кавычках, плебисциты о присоединении к Рейху Саар и Австрии. Задачей было как бы придать всему легитимность. В высшей степени демократически все было организовано, насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений. Нужно утверждать, что общероссийское голосование, это вообще стало концентрированным выражением прямой демократии. То есть у нас пускай и диктатура, однако такая, за которую 98% населения. Перед всем миром германский Рейх сегодня должен доказать свое единство и свою решимость. Воздухоплавателя Экинера кто-то спросил о голосовании на дирижабле Гинденбург. Оно проходило прямо в воздухе. Геббельс установил новый рекорд, выпалил он в ответ. На Гинденбурге находилось 40 человек. Насчитали 42 бюллетеня за. Диктатор просто без всяких выборов проводит временами какой-нибудь что-нибудь в форме референдума. Для чего он это делает? Он это делает не для того вовсе, чтобы объединить население, а только для того, чтобы показать своему ближайшему окружению, что его нельзя просто так снести с того места, на которое он забрался. Потому что он может сказать, что вы кто? Мои решения поддерживают 75%. Мгновение 9. Возвращение Австрии в родную гавань. Это бюллетень для голосования на референдуме, который национал-социалисты провели 10 апреля 1938-го. Речь шла о присоединении Австрии к германскому рейху. Бросается здесь что-нибудь в глаза? Ну как же. Огромный кружок для голосующих «за» и крохотный для тех, кто против. При этом референдум проходил через 4 недели после самого аншлюса. А у избирательных участков дежурили отряды СА. То есть не успевали вы зайти в кабинку для голосования, а за вами уже наблюдали. Пойдите в магазин вот у нас и купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. В Вену в первые же часы после ввода войск прибывает Гиммлер. Он берет под контроль госбезопасность. Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Но не для того, чтобы кого-то заставить тягаться. Это невозможно сделать. Это почти карикатура, но ровно так они все провернули. В Крыму состоялся референдум. И он был просто сногсшибающим по результатам. А знаете, что в итоге 99,7% за? Более 96% высказалось за воссоединение с Россией. Глядя из сегодняшнего дня такой референдум, признали бы легитимным? Да кому бы такое могло прийти в голову? Кому? Не знаю, может, Путину? Цифры предельно убедительные. Уже 12 марта, в четвертом часу дня, Гитлер въезжает в свой родной австрийский город Браунау, на границе с Германией. А около восьми вечера он уже здесь, в Линдсе. Но надо понимать, что когда национал-социалисты во главе с Гитлером сюда только прибыли, в их планах еще не было никакого аншлюса Австрии. А как вы представляете себе будущее Крыма, и рассматривается ли вариант его присоединения к России? Нет, мы не рассматриваем, и ни в коем случае не будем подогревать такие настроения. В первоначальных планах у них было учредить своего рода двойное государство, где Гитлер был бы одновременно и рейхсфюрером Австрии, и канцлером нацистской Германии. А изменил их тот всеобщий восторг, с которым Гитлера у нас здесь приветствовали. Мы 23 года ждали, надели. Мы такие счастливые, без них узнали. Говори, Москва! Говори, Россия! Говори, Горьков! А еще первая реакция международного сообщества, благодушно наблюдавшего, как уже наутро в Австрию вошли войска вермахта. Их тоже тут встречали с ликованием. Мы поедем на пирамент! Дорогие друзья, у нас сегодня очень радостный, светлый праздничный день. Из австрийских архивных записей. 13 марта 1938-го на фоне невероятного и нескончаемого ликования германский фюрер прибыл на площадь перед ратушей города Линца. За три года до Большой войны все здесь довольно камерно сохранилась не только та самая сцена, ну, то есть тот самый балкон ратуши Линца, но и та самая речь. Прежде всего, я благодарен вам всем, собравшимся здесь, и доказавшим, это отнюдь не воля или желание отдельных лиц создать этот великий народный германский рейх. Это желание и воля самого немецкого народа. Хочу поблагодарить за мужество и последовательность крымчан, севастопольцев, за то, что они годы, десятилетия пронесли любовь к нашей родине, к России. Пускай в этот вечер иные из известных нам зарубежных искателей правды только и пытаются, что не замечать. Позже они все признают. Мы с уважением относимся ко всем странам, но просим, чтобы все также относились и к нашим законным интересам. И раз однажды провидение призвало меня из этого города, дабы возглавить рейх, то оно же должно было и дать мне поручение. Это могло быть лишь одно поручение – вернуть мою дорогую родину германскому рейху. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Как фюрер, как канцлер германской нации и рейха перед лицом истории, я объявляю о вхождении моей родины в германский рейх. Слава России! Речь фюрера была встречена бурными аплодисментами. Восторженные массы пели песнь немцев. Фюрер вышел с балкона в помещение ратуши, но восторженная толпа вновь и вновь звала его обратно на балкон. Настрой, который мы видим на кадрах из Линца или Свенской площади Героев, он был подлинным. Чему же так радовались эти люди? Австрия 30-х – это нищая страна, огромная часть граждан которой просто голодала. Могу вам поведать про своего деда. Его вытащили из веревки. Он собирался повеситься, чтобы в семье стало на одного едока меньше. А тем временем люди, какими бы ни были их политические взгляды, замечали у Гитлера в соседней Германии, с 33-го начинается настоящий экономический бум. Гонка вооружений, госинвестиции – уже вскоре обузданная безработица. Австрийцам тоже так захотелось. А с 37-го у немцев-то вообще-то полная занятость. И живаты и полны. Как там у Брехта? Сначала дайте нам пожрать немного, а уж потом учите жить. Но в официальной территорике главным доводом были, естественно, речи про возвращение в родной рейх, про немецкоязычный мир. В Крыму буквально все пронизало нашей общей историей и гордостью. И Гитлер, лично говоривший о провидении, сподвигшем его, мол, на этот шаг. Здесь древний херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Вот эти все аргументы были, конечно, на первом плане. Но для простых австрийцев на кону, выходит, было не совместное с немцами будущее, а лишь надежда на хороший достаток. Да, ровно так. И тот самый мой дед, который чуть не свел счеты с жизнью своей дочери, моей маме, уже в 1938-м смог купить велосипед. Материон! 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 И рассчитываю, что граждане Германии также поддержат стремление русского мира, исторической России к восстановлению единства. Когда у телевизора или за газетой вы наблюдали за событиями марта 2014-го в Крыму, за размещением там так называемых вежливых людей, за так называемым референдумом, за ликованием, с которым крымчане встречали российского президента, у вас не вызывало все это чувство дежавю? Разумеется. Да я и не знаю в Австрии никого, по крайней мере из числа людей мыслящих, кто это чувство тогда не испытал. Миллионы немцев путь от аэропорта к рейсканцелярии превратили в праздничную улицу, чтобы отблагодарить за этот исторический шаг творца великой единой Германии. Все, о чем говорил Владимир Владимирович Путин, перекликалось с позиции жителей города. Я тогда думал, ну что же, он захватил Крым, классно, поздравляем с возвращением Севастополя. Теперь он возьмет паузу, проверит, как все это воспримет Запад и станет ли в ответ на этот захват по-настоящему действовать. Потом тактические маневры, выжидание, затем нарастит мощь, ну а какая у России мощь, кроме военной, не экономической же. Ну и потом поглядим, кто кого. Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Здесь же, по сути, отказывают другому государству в праве на его отдельную культуру, в какой-либо ценности этой культуры. Точно так же Гитлер делал, к примеру, по отношению к Польше. Да у поляков нет своей культуры, да это вообще старые земли Тевтонского ордена. Своим культурным развитием все эти восточные области обязаны лишь немецкому народу. Без него в них царило бы глубочайшее варварство. Важно понимать это то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. Я прочитал все, все, что говорил Путин на эту тему, начиная с 2007 года. У него четкое понимание об украинцах, что это кусок нас. И этот кусок нас, если начинает шевелиться и требовать какой-то самостоятельности, это происки внешних сил. Очень похоже. И суде-то еще нужно вспомнить. Это последние территориальные требования, которые я предъявляю Европе. Но это те требования, от которых я не отойду, покуда они не будут исполнены. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Это и была предыстория дальнейших завоеваний. Да, конечно. Это просто идеально вкладывается в то, чтобы сравнивать нынешний режим российский с нацистским режимом. Но смотрите, что здесь происходит. До начала этой войны против Украины многие считали, что Путин опирается на идею русского мира, примерно как Гитлер на идею Volksdeutsche. То есть имеется вот всерьез, разделенный народ. Но надо сказать, что Гитлер присоединил Австрию без всякой войны, реально опираясь на то, что в Австрии к этому времени были и те значительные силы, которые легко присоединились к идее Аншлюца. Здесь мы сейчас наблюдаем прямо обратное. На наших глазах полностью разрушается концепция, та концепция русского мира, с которой Путин и его люди работали еще 5 или 10 лет назад. Почему? Потому что, как в этих словах Гитлера выражено, вместо этой высокой миссии, которой можно предписать объединение, мы видим обратное, мы видим тяжелую, изнурительную войну, которая вовсе не порождает никакого русского мира, а наоборот, ставит на нем жирный крест, заставляя испугаться всех тех, кто как-то раньше мог себя отождествлять с русскими на разных территориях. Мгновение 10-е. Аппетит приходит во время еды. Аппетит приходит. АППЕСМЕНТЫ 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 Господин Черчилль убежден, быть может, что Великобритания победит, но я ни секунды не сомневаюсь в том, что победу одержит Германия. Я не сказал бы, будто, введя войска в Австрию, Гитлер уже держал в голове план бомбардировок Лондона. Это едва ли. Но что правда, так это то, что в германской политике одной из главных целей с самого начала было расширение рейха на восток. И уже в мае 38-го Гитлер предпринимает следующий ход, задумав ударить по Чехословакии. Судетские немцы и сами имеют право строить собственную жизнь, как и всякий другой народ. Немцы в Чехословакии не беззащитны и не брошены нами. Летом, правда, ему пришлось пойти на попятную. Чехов на время спасла срочная мобилизация, но уже в сентябре заключается Мюнхенский сговор. Так Чехию лишаются детской области. А за лето Австрию успевают интегрировать в структуры рейха. После этого чехи окружены и обречены. Весной 39-го от них откалывают Словакию, которую Гитлер припугнул, что иначе отдаст ее на съедение соседам-венграм. А остатки Чехии — Богемия, Моравия — становятся германским протекторатом. И вот вместе с хорошо вооруженной чешской армией Гитлер получает наконец тот вермахт, с которым уже через полгода сможет начать большую войну. То есть аппетит пришел за время еды? Так всегда и бывает, да? Сегодня вечером Гитлер закатил еще одну грандиозную мирную речь в Рейхстаге. Этот человек действительно великолепный оратор, и выступая перед шестью сотнями или около того карманных членов Рейхстага, колбасников, бритоголовых, вырядившихся в коричневые подлепал, скакивающих с места орущих всякий раз, когда Гитлер замолкает, чтобы перевести дыхание. Он, я полагаю, убеждает всех немцев, которые его слушают. Что касается Приднестровья, давайте-ка, ребята, жить дружно. Грузинские войска, по сути, совершили акт агрессии против российских миротворцев. Вопрос в том, чтобы обеспечить законные права и интересы русских юго-востока Украины. Пользуясь терминологией еще царских времен, это Новороссия. Группировка войсил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики построена. Группировка... Наши вооруженные силы, предприятия оборонно-промышленного комплекса показали растущую мощь российской армии и флота. Группировка Российской Федерации Ну, если идеология построена на мобилизации и милитаризации всей жизни, то это неминуемо должно привести так или иначе к войне. Кстати говоря, после 1938 года у Гитлера начинаются проблемы с экономикой. Потому что прекращается подъем. Потому что нужно реализовать. Вот есть это, так сказать, созданная военная, мощная военная промышленность. А куда? И куда дальше? И какие лозунги дальше? Начинается такая стагнация. И нужен движок. Нужен движок. Поле битвы, на которое у нас позвалась судьба и история, это поле битвы за наш народ. За большую историческую Россию. АПЛОДИСМЕНТЫ И потому наш девиз отныне гласит «Воспрянь народ и пусть грянет буря». Ни в коей мере не хочу умалять чужие зверства, но итогом экспансионизма национал-социалистов, итогом этой российской идеологии стала гибель по всей Европе в общей сложности более 60 миллионов человек. Это гигантские масштабы, и их просто нельзя вот так поспешно сопоставлять с другими актами агрессии, которых в мировой истории было много. Мгновение 11-е. И мне оставили другого выбора. Гитлер никогда не говорил о войне. Последний партийный конгресс, намечавшийся на 1939-й, должен был называться «Партийным съездом мира». Я по-прежнему твердо убежден, война, случись она, станет величайшим несчастьем для мира. Чем бы она ни завершилась, как победители, так и побежденные не смогут пожнуть иных плодов, кроме чудовищных несчастий и горькой нужды. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Так что устремления правительства Германии нацелены на сохранение мира. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Тут важный момент, как раз слегка объединяющий внешнеполитическую риторику нацизма и Путина. Они всегда подчеркивают, что территориальные приобретения – это не главное для нас. Главное – это то, что мы хотим защитить наш суверенитет, нашу безопасность. Что якобы вот в этих соседних землях, значит, группируется то, что нам угрожает. Надо сказать, что вся риторика Путина построена на этом привитивном ударе. Гитлер уже в «Майн кампф» пишет о будущих войнах, которые немцам придется вести. Да. Ну, вот оно. Речь тут идет о необходимости расширения немецкого жизненного пространства. Для Гитлера это одна из главных тем. В его представлении колонизация немцами славян, которая еще в средние века происходила к востоку от Эльбы – это важное и позитивное историческое событие. И вот Гитлер проводит эту преемственность, постоянно перебрасывая мостик между тогда и сегодня. Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святославы и Владимира Мономаха, солдата Румянцева и Потемкина. Он пишет о том, что пора положить конец вечному хождению германских императоров и королей на юг, в Италию. Мол, немцам необходима экспансия не к Папе Римскому, а на восток. И если немцы хотят выжить, то иной возможности у них просто нет. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. Ведь в каждом отдельном случае я не единожды, а многократно вносил предложения о пересмотре невыносимых для нас условий. Как известно, все эти предложения были отклонены. Причем с показным и циничным пренебрежением. Таким образом, все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Свои действия против немцев в Польше они пытались оправдать тем, что этнические немцы якобы совершали некие провокации. Это не только беспардонная ложь Киева. Заявление, что это Россия, додумались до этого, якобы запустила ракету по Донецку. Я не знаю, какие же провокации могли совершать наши дети, женщины, над которыми издевались и которых похищали. В чем должны были состоять провокации всех тех, с кем или обращались зверским, садистским образом или обрекали их на гибель. Именно так же лицемерно они отводили глаза и все последние 8 лет, когда матери на Донбассе хранили своих детей, когда убивали стариков. Но я точно знаю, что нету такой державы, которая могла бы бесконечно стоять в стороне, наблюдая подобное. Многолетнее издевательство над жителями Донбасса невозможно было больше терпеть. Сегодня ночью Польша впервые обстреляла нашу территорию, задействовав уже регулярные войска. Утром народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии вооруженных сил Украины на территории республик провели мобилизацию. Теперь с 5.45 утра нами ведется ответный огонь. Если говорить про Польшу, перед вторжением в нее эсэсовцы, помню, устроили постановку, как будто это поляки первыми атаковали радиостанцию в приграничном городе Гляйвице. И вот теперь нам, немцам, пора ударить в ответ. Из сегодняшнего дня это кажется совершенно абсурдным, не говоря о том, что до этого спектакля у радиобашни Люфтваффе уже совершила первый авианалет на польские города. И расклад сил между вермахтом и польской армией был совершенно понятен. То, что Польша могла каким-то образом атаковать рейх, было полной ерундой. Но такова была официальная версия произошедшего. Неважно, соответствовала ли она реальности, если повторять это все время, то она в головах у людей и осядет. Вот это все и есть то, что называется геноцид. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. А у него легко получается переворачивать все с ног на голову. Хотя и нас в 39-м уверяли, что это поляки мучают немцев, изгоняя их из родных мест. Я был еще маленьким, но из разговоров взрослых, из новостей по радио, помню, как всегда искали какое-то оправдание, почему мы напали на Польшу. В то время у поляков был Данцикский коридор, и о нем постоянно шла речь. Ребенком я был уверен, это коридор, как у нас в квартире, но это была территория Польши, отделявшая Восточную Пруссию от прочего рейха. Это и было одним из доводов в пользу войны, мол, нам нужно защитить свои земли от этого коридора. Это была чистая ложь, а вдобавок к этому говорилось, что иначе Польша сама на нас нападет. Срочные новости приходят в эти минуты из Донбасса, сегодня там резко обострилась обстановка. В Донецке, в Луганске заявили, что украинские военные начали массированные обстрелы. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали биологическое оружие. Американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц. Вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому атмосу. В народных республиках не исключаю, что президент Украины Зеленский может дать приказ о наступлении уже в ближайшее время. И что они хотят в Чернополе сделать, нам еще придется с вами разгадать. Но к чему были все эти оправдания, уловки, коль скоро с самого начала было решено, что Германии нужно это жизненное пространство на Востоке? Чтобы попытаться войти в историю на стороне добра. Никому не нравится выступать агрессором, который просто нападает на кого-то. Конечно, хочется быть тем, кто лишь защищается, а не развязывает войну. Это классическая штука, когда, вывернув смысл наизнанку, вы на чужие плечи сваливаете и вину, и роль нехороших парней. А я сейчас вам покажу, откуда Беларусь готовилась нападение. Одна из важных составляющих – эридентизм. Утрата территорий, на которых проживало в данном случае русское меньшинство. Мы помним, как легко такие потери превращались в политический инструмент по истории Италии, Венгрии, нацистской Германии. Тех стран, что объявляли себя по окончании войн или иных исторических потрясений, жертвами произошедшего. Что обиды эти нетрудно обратить в агрессию – явление известно, его мы и наблюдаем в России. Если честно, в такой форме меня удивляет, как он вот так прямым текстом объявляет о желании захватить Европу. Понятно, мировое господство всегда было целью таких режимов. Но говорить об этом заранее как-то странно. Мгновение двенадцатое. За Родину, за фюрера. Вы должны смотреть на мир с улыбкой. И у вас есть на то причина. Ибо мир – ваш мир, наш народ, наш рейх. Они стали прекраснее, чем когда-либо были. Это было легкое давление, при котором вы, и не заметив, уже оказывались частью системы, начиная с подростков и детей, вступавших в юнгфольк. Где состояли и вы. Где состоял и я. Уже и не вспомню. Мы, например, пели в Гитлерюгенде песню «Потому что идем мы на Англию». Это была очень известная песня. Настоящий шлягер. А помните, что ощущали, когда на марше с другими детьми пели хором такие песни? Так я ж тогда подпевал, почти не задумываясь. Ну, конечно, мы при этом испытывали гордость. Я понимаю, это сложно представить себе сегодня. Здравствуйте, товарищи связисты! Ура! 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 А в наше время это были молодые ребята, писавшие слово «рейх» на знаменах в знак несогласия с миром ненависти, клеветы и подлости. Они были убеждены, что не сможет в вечное рабство наш народ отбросить одна лишь проигранная война. Но как рассказать об этом маленьким жителям нашего города, которые только начинают жить и, может, даже не совсем понимают смысл этих слов? Война, горе, слезы, голод. В моей семье считали, что война в любом случае будет проиграна, а после нее все, глядишь, вновь станет лучше. Так что на всю эту муштру, промывку мозгов я в школе внимания не обращал. Пусть рассказывают, что хотят. На меня это не влияло. Единственным исключением было 20 апреля – день рождения… Гитлера. Гитлера, да. В этот день нам дарили игрушки. Якобы лично от самого Адольфа Гитлера. Вот, посмотрите, мол, какой наш фюрер – хороший человек. Вас это впечатляло? Я был род новой игрушки. Я ходил в первый класс, и мне подарили модель автобана, который делал такую петлю. Машинка переворачивалась и падала куда-нибудь на стол. Мне очень нравилась эта штука. Об остальном я и не думал. По выходным мы ездили за город, ходили в походы. В основном их преподносили как игры на местности. Это были такие полувоенные игры. Мы учились ставить палатки, готовились к испытаниям названия пимфов. Или нас вели маршем на городскую окраину, и мы играли в жандармы и разбойников. Все это, очевидно, должно было нас готовить к тому, что и мы станем однажды настоящими солдатами. Помню, как Гитлер, выступая как-то перед подростками, сказал… Вы должны быть шустрыми, как борзые, крепкими, как кожа и твердыми, как сталь крупа. Что это, как нежелание закалить детей, чтобы затем пустить их в расход, как пушечное мясо? Дядя Вова, мы с тобой! Дядя Вова? Да, имеется в виду господин Путин. Это правда? Они это всерьез делают? Да. Ну, тогда это намного мощней и совершенней, чем то, что было в наше время. То, что все они так вот образцово выглядят в этих пилотках в одинаковой униформе, выстроенные в ряд, это действительно еще круче, чем тогда в Германии. Это ровно те строчки, которые можно обнаружить и в нацистских песнях. «Пойти до конца, пожертвовать собой ради народа». Я надеюсь, что таких хитов в Германии больше не будет. Я надеюсь, что этот слагер сегодня в такой форме думает. Потому что главная задача — это сохранить жизнь человека. В России главный подвиг — это погибнуть. Главный герой — это Александр Матросов. Это закрывание амбразуры своим телом. Только гибель ради чего-то может оправдать твою жизнь. Это связано с тем, что жизнь человека в России ничего не стоит. А вы только вдумайтесь, как стали исчезать две невероятно важных черты русского характера. Жертвенность и терпение. Мы один народ. С нами Бог. Когда мы слышим от немецких собеседников про «народный характер», «народ», про нечто «народное», то есть «фелькиш», от этих слов неизбежно возникает какой-то сомнительный привкус. Вам так нравится? Ну, это же собирательный термин. Понятие «фелькише» возникло, когда в Германии было принято онемечивать заимствованные слова. «Фелькише», если угодно, перевод слова «национальный». Но в политической культуре Кайзеровской империи этот термин приобрел мрачную окраску. Это когда всю нацию, весь народ вы собираете в биологическую, этническую, культурную общность, в неделимую единую конструкцию. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп. Уже много лет с нами живет вот это словосочетание «духовные скрепы». Мы все время обращаемся куда-то в глубокое прошлое, ставим памятники Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Владимиру Ясно-Солнышку. Опираясь на духовные заветы, идти вперед, обеспечивая преемственность нашей тысячелетней истории. С этой стороны тоже постоянный поиск каких-то, значит, каких-то герборейцев, Ариасофия, Нибелунги, Барбаросса, откуда мы, великая немецкая раса, пришли. Это связано с неготовностью всматриваться в себя настоящего. Что это произошло здесь, в Германии, после поражения в Первой мировой войне, после огромного экономического кризиса и унижения Германии. Германия стала искать себе другой тип оправдания вне сегодняшнего дня. И вот этот как бы выход из сегодняшнего дня, неготовность видеть того, что происходит здесь и сейчас, это, мне кажется, и приводит к таким результатам. Дело в том, что если вы хотите побороть весь мир, то это означает, что вы действительно должны полностью положиться уже не на рацию, а на политическую волю. Потому что только политическая воля способна идти на любые жертвы. Наша цель там не экономическое благосостояние, не там построение у себя какого-то там стабильного общества, как было раньше. Вы переходите к такой революционной философии. Как сказал Путин, на миру и смерть красна, да? Но как это здесь работало? Это ж бессмыслица. Через сопровождение в прессе мощную пропаганду, через лозунг о том, что все, кто утверждает иное, вещают по заказу врага. Сегодня я бы сказал, что люди тогда жили в информационном пузыре. Мгновение тринадцатое. Йозеф и его братья. В 40-х немецкий зритель за сводками с фронта обращается не к телевизору, телевидение только-только в нацистской Германии возникает, а киноэкраном. Это называется Deutsche Wohenschau. Такие вести недели, по пять выпусков с фронта в месяц. Ты приходишь в кинотеатр, на самом деле, посмотреть какой-то легкий фильм, комедию или драму, и в нагрузку как бы получаешь перед просмотром еще вот такую порцию агитации и пропаганды. Мы посмотрим на это с Ильей Хажановским, режиссером, который составил нам сегодня компанию. Спасибо вам огромное. Мы хотели бы, чтобы вы посмотрели на это и своими глазами с сегодняшнего дня рассказали, какие мысли это у вас навевает. Спасибо, что пригласили. К удивлению врага, в ранние часы 16 декабря мощная группа германских войск наносит совершенно неожиданный удар по позициям на западе. Наши ракеты V-1 и реактивные системы залпового огня несут разрушение за линию фронта. Сотни батарей всех калибров приносят смерть врагу. Выжимая плечами, в полной растерянности выходят из домов американцы. А так настроены и так ведут себя на шестой год войны наши немецкие пехотинцы. Мне показалось интересно, что это декабрь 44-го, но из того, что мы видим и слышим, очень много подробностей, что делает немецкая пехота, как продвигается немецкая Люфтваффе. Но абсолютно непонятно, мы выигрываем или проигрываем. Что творится-то на самом деле? Почему? Вы понимаете как раз абсолютно однозначно, что творится. Германия выигрывает. Она разбила американскую армию. Вы имеете мощную, так сказать, бравурную музыку. Вы имеете определенный жанр. Жанр самолюбования и радости от войны. Война как радость, а не война как горе. Вот это, мне кажется, отличает все пропагандистские фильмы такого типа. Этому верили? Безусловно, потому что вы же всегда, так сказать, имеете дело с жанром. И эта постановка обладала определенным языком, ну так же, как артисты. Раньше они говорили вот так вот, да. И у них был определенный тип посыла. Сейчас актеры говорят очень бытовым образом. Только что по дороге легло пол пакета градов. Физкультура на открытом воздухе. Настроение какое? Нормальное настроение, позитивное. Прикольно. Снаряд прилетел, перевернулся и встал. Нам, как говорится, повезло. Домов нет, а подвалы нормальные. Есть где жить. Щенка нашего убила. Здесь новый жанр, имитирующий правды. Мы как бы являемся свидетелями, находимся внутри какого-то такого месива реальности. Поэтому у нас очень короткие кадры. Поэтому там куча людей куда-то едут, вскакивают, бегут, показывают. Ты не до конца понимаешь что, но понимаешь, что что-то такое они делают. У тебя есть главное это движение. И в этом движении есть очень хорошие люди. Сухов и наступление остановил, и танк захватил украинский, и пленного, и вызывал огонь на себя. Я в принципе могу сказать, ну как, я ж там был, я это видел, я точно знаю. Я и этого знаю, и того, и я за этими людьми слежу. Они становятся персонажами такой как бы игры. С другой стороны, при чем здесь фашизм? Ну вот идет война, и государство мобилизует своих граждан. Уважаемые граждане города Дербента, всем гражданам мужского пола хочется явиться в военный комиссариат. Наверное, если бы сегодняшняя Германия находилась в состоянии войны, риторика тоже бы изменилась. Риторика бы изменилась, но я думаю, что у немских журналистов есть все равно убеждение, что различают пропагандиста от журналиста. В 30-е годы аналог Останкинской в Берлине – это радио «Башня». И о самом, пожалуй, любопытном – о языке немецкой пропаганды. Мы поговорим с носителем немецкого и русского языков журналиста Морицем Гатманом. Мориц, привет! Привет, Настя! Расскажи, пожалуйста, человеку, который далек от истории Германии, что это такое? Ну, это номер главной пропагандистской газеты Третьего Рейха, «Солькишер Буобахта», «Народный обозреватель» от 24 июня 1941 года, где сообщалось о том, что началась война против Советского Союза. Что интересно, что не говорится о русских, а говорится о красных. То есть немцы воюют с красными. Да, это описание первых боев. Слева в кустах залегли большевики, им легко целиться, ведь наши саперы лежат на плоской земле, и вот напротив них красные стреляют из-за лучей восходящего солнца. Это, в принципе, вписывается в общую картинку этой войны, что немецкий народ не воюет с русскими, а, как это часто говорилось, с еврейско-большевистскими захватчиками. Мы не с Украиной воюем, уж, конечно, не с украинцами против. В России воюет весь блок НАТО. И в то же время это освобождение. Если вчитываться в эти газеты, тех времен немцы хотят освобождать даже эти народы Советского Союза от иго этих большевистов-евреев. Не воюет никто с украинцами. Украину сейчас освобождают. Я вот отсюда выписал себе стату, и битва началась. За новую задачу германский вермахт взялся с твердым сердцем и непоколебимой уверенностью в победе. В душе у каждого бьется ответственность за общий век. Это же проповеди какие-то. Это звучит как Путин, кстати, в переводе на русский. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку. Я в этот момент историк, и я сразу вспомнил язык Третьего рейха, когда о врагах народа тоже говорилось в таких терминах. Это особенно касается цыган и евреев. Они, естественно, сравнивались с бацилами, с какими-то животными. Еврей — это типичный паразит, который подобно болезнетворной бацилии распространяется все шире и шире. А питательная среда этому паразиту только способствует. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Мы в Берлинском музее связи, и если у нас это называется сегодня зомбо-ящик, то вот это на немецком называлось Гёббельсшнауце, да? Гёббельсшнауце, да. Морда Гёббельса. Так называемый народный приемник в Третьем Рейхе. До этого радиоприемников было не так много в Германии, они были дорогие, а нацисты, они именно запустили продукцию такого недорогого радиоприемника, который должен был быть в принципе у каждого себя уважающего гражданина Германии. Пусть никогда не погаснет яркое пламя нашего энтузиазма. Именно оно дает свет и тепло созидательному искусству современной политической пропаганды. Необходимо ведение военной цензуры. Необходимо создание информационной ставки. Вы очнитесь! Мы включали его очень часто. Родители были людьми умными и способны были даже в новостях по радио отличать вранье от истины. Им важно было знать, что происходит на фронте. В целом нацисты не могли ведь замалчивать все, им приходилось признавать, даже если на фронте начиналось отступление. Другое дело, что все это облекалось в некие красивые слова. Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска для наращивания усилий на донецком направлении. И по радио, и в газетах ты постоянно прислушиваясь, вчитываясь в эту эпоху, сталкиваешься с какими-то эвфемизмами. Не Холокост, не уничтожение евреев, а окончательное решение еврейского вопроса. Не депортация, а эвакуация непонятно куда. Ну, потому что если бы они говорили, что они уничтожают миллионы евреев в газовых камерах, естественно это подействовало на обычного гражданина Германии. Обычный немец, он себя все равно считал гражданином цивилизованной страны, членом культурной нации. Но у народного приемника была еще одна, совсем иная функция. Мой папа регулярно слушал вражьи голоса. Это была как бы военная радиостанция, вещавшая из Кале. Эфир готовили немцы, бежавшие в Лондон. Но при этом они как бы притворялись радиостанцией вермахта и давали вперемешку реальные новости и антифашистскую пропаганду. Нужно было только, выключая приемник, проследить, не забыл ли ты это колесико повернуть назад, на немецкую частоту. Иначе, если бы в гости зашли посторонние, заметив на каком делении переключатель, то дела у родителей были бы плохи. Многие так делали, но, по-моему, в 1939 году вышел закон о том, что слушать не немецкие радиостанции запрещалось. И при покупке выдавались вот эти карточки? Здесь написано, запомни, что слушать иностранные радиостанции – это преступление против национальной безопасности нашего народа, и по приказу фюрера наказывается на тюрьмы. Интересно, ведут ли в России наказание за использование VPN? Будем честными, Россия без Путина еще не жизнеспособна. Правда – это основа, на которой твердо стоит вся сила современной прессы. И рассказать правду о том, что происходит сейчас в Германии – это наше единственное требование в зарубежной прессе. Это чистая травля. Насколько это схоже с тем, что звучало когда-то у вас из народных приемников? Там все было нейтральней. Почему не нанести удар по террористическим формированиям? Украинский рай, который проходит подготовку, на территории даже должен… Понимаете, не то чтобы я был знаком со многими русскими, но некоторых знаю и уважаю. И я стараюсь не верить в то, что это и есть настоящая Россия. Однако, наверное, такой теперь является Россия официальная, которая производит эти гигантские потоки ненависти. И я в самом деле боюсь, что они изменят Европу. Мое поколение, очевидно, уже не застанет времен нормального добрососедства. Я, честно, больше в это не верю. Фуражечку надень и усики отпусти еще! Этих людей, которые это готовили к выпуску, снимали, озвучивали, их следует считать военными преступниками? Вы говорите сейчас о немецком или… В каком-то смысле и о тех, и о других. Я думаю, что тех людей, которые отвечали за эту идеологию, и те, кто организовывали и создавали всю эту контентную систему, они, безусловно, являются военными преступниками. Не меньшими, а в каком-то смысле даже большими, чем те, кто командовали войсками в Буче. Потому что руководители российских телеканалов, главные пропагандисты, прекрасно зная, что они делают, они поставили российский народ в положение, в котором он может поддерживать тот кошмар, который происходит. Немножко попытались спустить вас с небес на землю. Я читал про диктора, его звали Гарри Гизе, который озвучивал практически все выпуски «Дочи Воханшал». Он не был никаким членом гигиенера НСДАП. После войны благополучно избежал уголовного преследования. Продолжал дублировать фильмы, работать в киноиндустрии. И глубоким стариком прекрасно умер в 90-х годах в престижном предместе Берлина. Если сравнивать то время и сегодняшнее время, бросается в глаза, что, по сути, тогда не было других СМИ, а сегодня в России, если гражданин России хочет, он же может читать все равно или «Дождь», или «Би-Би-Си» на русском, или «Дочи Вели» на русском. У миллионов россиян есть возможность позвонить своим родственникам в Украине, которые будут им говорить достаточно объективные вещи. Да, в Бухенвальде телефонов не было. Это правда. Что мне бросается в глаза, что многие этого даже не хотят. Мои родственники пропали в России. Я им все сообщил в самом начале, и карту прислал обстрелов. С какой реакцией вы столкнулись с этой стороны? Моя любимая тетя, балерина, написала мне «Будьте здоровы». Все, мы больше не общаемся. Потому что, если ты знаешь, что твоя страна вытворяет то, что вытворяли доблестные войска Российской Федерации в Буче, или в Ирпене, или в Мариуполе, то у тебя сразу возникает кризис. Помню, как на улице однажды играл с одним мальчиком, рассказавшим мне, что на самом деле делали с евреями. Мы с ним просто болтали. Он был, наверное, из семьи коммунистов. И говорит, вот будто евреев отправляют в душевые, потом убивают при помощи газа. А вы ему что? А я это просто к сведению принял. Даже не стал переспрашивать у родителей. Почему? Боялись? Я подумал, что в любом случае не услышу честного ответа. И потом мне не хотелось подвергать того парня опасности. От кого ты это знаешь? А кто это был? И я оставил это при себе. И до сих пор никому никогда об этом не рассказывал. Мгновение 14-е. Если б мы только знали. Хрестоматейные снимки уже после военной Германии. Вот местных жителей американские военные принудительно вводят во вчерашние концлагеря смотреть на десятки тысяч погибших. Самая частая реакция. Ну, мы же не знали. Можно ли было не знать о таких преступлениях? Или нужно было себя заставлять, чтобы о них не узнавать? Большой и мучительный спор о причастности либо непричастности к убийствам миллионов человек в немецких семьях растянулся на десятилетия. Особенно если речь идет о семьях высокопоставленных чиновников гитлеровской Германии. Мы в Баварии, гостях у Александры Зенфт, в своей книге возложившей вину за убийство 60-ти тысяч евреев на собственного деда. В подчинявшейся Третьему Рейху Словакии обергруппенфюрер Ханс Лудин был главным человеком. Он происходил из хорошо образованной буржуазной среды. Рос в семье преподавателя гимназии, одаренного в художественном плане любившего искусство. Но, как и многие, мой дед, самое позднее, с 34-го, стал ярым сторонником Гитлера, и он начал встраиваться в эту систему. Ему всегда хотелось быть дипломатом. Бабушка мало говорила со мной об этом. Я росла с образом деда, будто спрятанного в какой-то вате. И не вполне понимала он, кем вообще был. О нем говорили, как о прекрасном муже, отце. В семье его изображали даже мучеником, знаете. Кем-то, кого казнили на виселице. Жертвой своего времени. Лишь где-то с 60-х годов американцу и другие союзники стали заставлять немецкие школы показывать детям документальные ленты о том, что натворила Германия во Второй мировой. Мне было 11. И в доме впервые появился телевизор. И там показывали документальный фильм про Освенцим, про то, как его освободили русские. Моя бабушка к тому моменту переехала к нам в Висбаден. Она была не то чтобы старенькой, но уже больной и постепенно впадала в деменцию. И вот мы впервые с ней и с братом смотрели втроем этот фильм. И вдруг она стала кричать. Это все неправда, вранье, причем тут Герман. Нас с братом это взбесило. Мы были в ужасе от своей бабушки. Брат запустил ей прямо в лицо деревянный башмак. Это было жутко. Но только тогда меня первый раз накрыло это чувство. Господи! Что вам приходит на ум, когда вы вспоминаете о своем детстве, об отношениях с мамой? Прежде всего много боли. Потому что я уверена, что мою маму сломил этот внутренний конфликт. На уровне эмоций она не смогла принять того и другого. Признаться себе в том, что да, он был военным преступником. Но так вышло, что он был и ее любимым отцом. Вся ее жизнь была одной неудачей. И не справившись с этим грузом, она в конечном счете, как я понимаю, выбрала постепенную смерть. Моя мать умерла в результате несчастного случая. Это случилось из-за ее затяжной депрессии. Ещё перед тем, как я сама начала вникать в семейное прошлое, к этому добавился и личный уровень. При такой родне агеринги были богатыми, очень высокомерными, моя мама стала алкоголичкой. Её состояние становилось всё хуже и хуже, пока ей приходилось ухаживать за престарелой свекровью. А та и её сын, мой отец, относились к маме совершенно уничижительно. Всё это было жутко. Последней каплей для меня стала драка с отцом. Он со всей силы ударил меня кулаком по лицу. На нём был вот этот перстень. А я в ответ избила отца. Так я навсегда ушла из дома. Вы и правда верите, будто можно было выйти из этой системы, не поплатившись за это собственной жизнью? Может, такой риск у моего деда и был бы, но выбор у человека есть всегда. Звучит жёстко и, наверное, сейчас рассуждать так легче. Но покуда мы не задумываемся о том, что у нас всегда есть альтернатива, неважно в какой исторический момент, вот до тех пор мы подвергаем себя, своих потомков риску свалиться в бездумное соучастие. Выполнение всего, что нам только предпишет очередной диктатор. Понятно, что ситуация сложная. И здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а действительно проявлять гибкость. Что ждёт, по-вашему, тех россиян, кто утверждает сегодня, что их соотечественники, мужья, сыновья не могли совершать в Украине всех этих преступлений? Что ждёт тех, кто отказывается в это верить? Вполне возможно, что эти люди незаметны для самих себя. Берут сейчас ту вину, которая уже их потомков будет сопровождать на протяжении долгих лет. И вина эта будет разрушительно воздействовать на всё общество. С этим чувством стыда и вины вы в итоге окажетесь перед большой такой грудой битого стекла. А на то, чтобы всё восстановить, даже не в плане экономики, а в смысле человеческих душ, у вас уйдут десятилетия. Конечно, военный разгром создаёт определённые важные условия, это все понимают хорошо. Но в то же время военный разгром Российской Федерации такого масштаба, как это было с Италией или Германией, конечно, трудно себе представить в течение нескольких столетий. Русские говорили себе, что мы, конечно, не в центре Европы находимся, но мы как Испания, с краю Европы. У нас тут авторитаризм, да, но в Испании тоже был авторитаризм. Это, тем не менее, Европа. Если мы сейчас присутствуем при жирной точке на всей этой политической концепции, то это, конечно, всё меняет. И тогда не будет никакого пробуждения Российской Федерации. Она просто уйдёт в мир государства, где вообще ничего такого не происходит. Там не требуется никаких усилий переосмысления. Убили – забудем, давайте жить дальше. Сегодня мы наших ребят отправляем чать интересы нашей Родины. Нас тут, блядь, около, наверное, тысячи полутора, блядь. Идём давать пи*** шашлам. Никитош тоже на связи! Никитош на связи! Ёбу гробов, блядь! Потому что русские не бросают. Ну чё, подробнее. Как президент сказал, так и будет, по-моему, у него голова на плечах есть. Борим бич. Человек. Человек у нечисти. Вот я близорукий человек. Да, вот я хожу в очках. И поэтому я вижу вдаль. В тот момент, когда я снимаю очки, и эта даль, она у меня растворяется и становится таким локальным пятном. Вот, мне кажется, что главная проблема, которая есть в России в данный момент, то, что люди… Такое ощущение, что весь народ стал невероятно близоруким. Мгновение пятнадцатое. Временные трудности. Если выйти из кинозала и представить себе осень 42-го в Берлине, светская жизнь, всё как ни в чём не бывало, работают бары, рестораны, жизнь продолжается. Насколько это похоже на сегодняшнюю Москву, как вы думаете? Ну, вы знаете, мне кажется, что жизнь продолжается, ведь она почти всегда продолжается. Так устроен человек. Я был на Майдане в 14-м году, а параллельно, буквально в нескольких сотнях метрах, работали также бары, ночные клубы. И для меня это было абсолютным шоком. А можно Берлин 45-го себе представить, когда его бомбят, и светомаскировка, и так далее. А Штирлиц там ходит в кафе и пьёт пиво. Ну, скажем, когда кончится война? Она уже кончилась. Если бы мы это поняли раньше, это было бы лучше для нас всех. В этой ситуации считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Это вот мой отец осенью 44-го. Никто не хотел покидать свои семьи. Это уже был разгар войны, когда призывать стали людей в возрасте или, скажем, людей с увечьями. Моему папе, к примеру, было 39. Скакать в таком возрасте по окопам ему было уже не очень. А обучение перед отправкой на фронт они толком не проходили. На связи 1-й танковый полк. Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Вы улыбнитесь! Оставить слёзы, мужчины! Где палатки? Вот где? Люди минимум два дня здесь уже, двое суток здесь находятся. Мы никому не нужны. Подготовки ровным счётом ноль. Мы жрём то, что сами себе покупаем. Мы потратили ох**ное количество бабок, чтобы просто поесть. Это же не говоря об амуниции. Вот, значит, мы видим первые страницы. Это спущено с самого верху из рейс-канцелярии. То есть это всё такая государственная пропаганда. Но вот тут на последней странице просачивается совсем другая жизнь. Чем живут люди? А тут, смотри, значит, покупаем ковры, продаём опель, куплю бриллианты. Вот это мне очень нравится. Заходите к нам в бар. У нас здесь прохладно даже летом, да? По сути, очень важно для успешной войны, чтобы на домашнем фронте жизнь должна продолжаться, как ни в чём не бывало. И это очень похоже на сегодняшнюю Россию. Если ты живёшь в Москве, ты ходишь там на йогу в парк Горького или в кинотеатр, или побухать. Последнее письмо мы получили от папы из Польши 11 января 45-го. На следующий день Красная Армия начала большое контрнаступление. Они накрыли позиции немцев по всей линии фронта. Мы до сих пор не знаем точно, но, наверное, тогда же отец и погиб под гусеницами советского танка. Преследуя противника, войска 1-го Украинского фронта вышли к границе фашистской Германии. Как большой праздник отмечали воины вступление на территорию врага. А-а-а-а! Серёжа, Серёжа! Будь ты проклята, Украина, чтоб тебя с**ну б***ь! 6 февраля 44-го. Вернулась в Берлин и пошла в церковь. Прошла полгорода пешком. Разрушена значительная часть Курфюрстендам. Попыталась разыскать Зикрит, которая жила совсем рядом. Её дом был единственным уцелевшим. Я стала подниматься по лестнице, но лестница вырвалась на полпути. А её квартиры не было вообще. А-а-а! Мгновение 16-е. Угадай идеологию. У всех сейчас только одна мысль. Одно стремление. Подрузить знамя победы над Рейхстагом. Место выводов – игра. Угадайте, где и когда это сказали? В сегодняшней России или в Германии тогда? Обезличить эти цитаты помог нам Толкин. Мы торжественно обещаем, что сейчас более чем когда-либо будем прилагать усилия для достижения понимания между народами Средиземья. Особенно с соседними землями. Мы не посягаем ни на какие королевства Средиземья. Гномы никогда не нарушат мир. Тут сложно сказать. Потому что тема похожа. Тема Гитлера и Путина в этом смысле, что по сути и Гитлер и Путин оба говорили о том, что они за мир. Ну, вообще-то Путин эти такого рода вещи раньше говорил прежде, но скорее все-таки Гитлер. А Россия, какой-нибудь, какой-нибудь поп? Так, ну на кого ты ставишь? На Путина. Нет, это Гитлер в 35-м. Ладно. Этот год будет вписан в книгу «Истории хоббитания». Это наверняка даст летописцам достаточно материала, чтобы писать о нем десятилетиями. Друг или враг? Сторонник или противник? Все должны будут признать, что это был великий и насыщенный событиями год, в котором вершилась история, в котором изменился облик Средиземья, в котором его карта приняла новую форму. Наши хоббиты в начале года стали восстанавливать народную жизнь, чтобы окончательно сбросить цепи принуждения и рабства, вновь заняв место великой державы. Ну это все-таки Гитлер, конечно, я думаю. Это иногда похоже на донбассские истории, но все-таки не Гитлер. Германия 30-е. Стиль все-таки вот туда, вот все-таки. Это вот Волгала. Я полагаю, что это 39-й год речи Гитлера. И ты почти прав, это Геббельс. Рохан для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей истории, духовного пространства Гондора. Издавна жители земель по ту сторону Андуина называли себя Гондорцами. Так было и до эпохи Нуменора, когда часть этих территорий воссоединилась с Гондором. И после. Нынешний Рохан целиком и полностью был создан Гондором. Важно понимать и то, что Рохан по сути никогда не был настоящим царством. И после падения Нуменора в нем просто стали повторять опыт других королевств. Оторванный как от нашей истории, так и от сегодняшнего дня в западном Средиземье. Это мне кажется тоже немецкое. Путин про Украину. Ну так мог бы говорить Гитлер об Австрии. Но это мы сегодня. Мы имеем право на различные взгляды. Однако мы должны быть как никогда едины в нашем прошлом. Одно королевство, один король и одна победа. Это Россия. Это Леонид Слуцкий. Но мы знаем, что и Геббельс это почти что говорит. Король Деор вел войну с дунландцами 43 года. Вот вроде бы воевал с дунландцами, что-то у них отвоевывал. Да ничего он не отторгал. Он возвращал. Да, он возвращал и укреплял наш Рохан. Вот что он делал. Видно, это и наш жеребий. Возвращать и укреплять. Тогда слово жеребий, мне кажется, не из нашего вокабулярия. Это Путин о Петре Первом. Ну, который говорит о том, что мы не завоевываем, а возвращаем только земли, которые истерически принадлежат России. Гномы, мужчины и женщины. В последние годы руководители ныне свергнутого эльфийского режима в Лориэне часто говорили о некой особой миссии, которая в глазах эльфов была уготована этой земле. Они бы уж точно предали забвению законного короля. Но теперь эта древняя земля гномов должна стать новым оплотом для нашего народа, а с ним и для всего царства гномов. Про сейчас, про сейчас, про Украину. Почему? Советский Союз обман дают. Хочется восстанавливать Большое Средиземье, Советский Союз, Большую Гномию. Я думаю, что это из Третьего Рейха. Но это вообще так и так? Нет, это Гитлер присоединяет Австрию. Угу, Большая Гномия там. Ну, так. Это же ведь как заклинание. Поэтому то, что вы вводите туда гномов, превращая, собственно, такой игрой всех граждан в гномов, потому что они становятся гномами внутри талитарной системы, то очень корректно. Но вот я считаю, что то, как работает машина пропагандистская, это в каком-то смысле мир дурной сказки. В этой страшной сказке происходит все время заклинание. И вот эти заклинания до какого-то момента работают. А потом, когда кусочек выпадает из сердца Кая, да, то в этот момент вдруг ты понимаешь, в каком заклинании ты был. Пока что эти заклинания в России, к сожалению, работают, потому что кажется, что на ненависть опереться легче. Но я уверен, что в какой-то момент неизбежно мы попремся на любовь. Мгновение 17-е. Произошла чудовищная ошибка. Продолжение следует. Да, и, возможно, в этой стране мало задумывались о том, какую роль играла она сама. Такое бывает, когда подсознательно перенимают черты своего же врага. Самый большой в Европе мемориал в честь победы над фашизмом. Вы есть первый раз? Да. Какие у вас ощущения вот сейчас от этого монумента, от этого мемориала? Чисто субъективно, он меня никак не трогает уже. Тот идеологический заряд, который в него вкладывался, он уже испарился. Вот здесь главная идея – это то, что советская армия победила фашизм, и она защитила будущее мира, Европы, и символом будущего является ребенок. Сложно с этим поспорить, строго говоря. А что в этой идее не соразмерно нынешнему времени? К нынешнему времени соразмерно то, что тот миф о великой победе над нацизмом стал таким трансплантантом в современные условия в России, и он теперь используется как миф для агрессии. И вот эта статуя тогда перемещается из того времени в это. Если вы так скажете в России, что вы там напали, что вы агрессоры, что вы повторяете Гитлера и так далее, конечно, это будет принято с возмущением. Они дальше считают, что освободили, дальше считают, что победили. Это правда, и освободили, и победили. А вот что потом было, это уже вывозит из-за скобки. Оно становится фигурой умолчания. Вы росли и в Советском Союзе в 50-е, 60-е, 70-е годы. Такой музей с такой попыткой осмыслить, что такое фашизм был бы возможен у нас? Нет, конечно. Во-первых, это противоречило бы тем абсолютно таким плоским формулам, которые людям предлагались. Потому что с этими плоскими формулами гораздо легче работать. Особенно в условиях Холодной войны. Второй ответ, он, так сказать, с этим абсолютно связан. Боялись параллелей. Почему обыкновенный фашизм Рома так люди смотрели? Ну, разумеется, это тоже люди. Вернее, они думают, что они люди. Но это уже толпа. Масса, как любил говорить Гильдар. Но мы ведь так гордились нашей победой. Верно. И гордились ею по праву. Надо честно сказать. Для этой гордости были причины. Но как насчет, например, наследия сталинизма? На первый взгляд, это вроде не имеет ничего общего с войной и победой. Однако это гигантская определяющая фаза для российского и советского общества. И ни разу, вплоть до сегодняшнего дня, вы так до конца и не ответили себе на вопрос, что это было. Можно мне вас поцеловать, товарищ Ставик? За все. За все, что вы сделали для нашего народа. Это люди без всяких примесей. Они делают только одно. Они защищают родину, побеждают и делают очень легко и приятно. А иначе ведь кроме самой победы и справедливой гордости у вас было бы и осознание того, какой ценой едва, едва эта победа была достигнута. Вторая мировая война была проявлением векового противостояния исторической России и Запада. Германский фашизм стал лишь инструментом западной агрессии против нашей страны. Почему для того, чтобы начать войну в Украине, не нашлось никакого более внятного обоснования, чем ее, в кавычках, деноцификация? Ну, потому что вся эта война носит характер совершенно архаичный и оправдание такого же рода. Они относят вот к этой оппозиции фашизм-антифашизм, которую, значит, тот, кто не поддерживает, тот фашист. И что в это вкладывал Сталин, что потом в это вкладывали во время холодной войны наши, значит, политики. Это ужасно. Ну вот мы идем вдоль Берлинской стены, которая сооружалась же на официальном языке как антифашистский вал. Да, да. И это постоянная игра, так сказать, в эти обвинения. То, что фашисты – это те, кто по умолчанию на той стороне. Да, на той стороне. На этом месте в Берлине перед войной, ну, перед Второй мировой, стоял гигантский дворец спорта. Главная площадка для нацистских выступлений. Это отсюда в 42-м Геринг призывал обречь оккупированные Украину, Россию на голод, чтобы не обрекать на него свое население. Это отсюда же в 44-м Геббельс говорил о необходимости тотальной войны. Геббельс по окончании речи говорил потом, это был час идиотизма. Если бы я повелел им прыгать из окон, они сделали бы и это. Вот уж действительно ирония судьбы. После войны дворец был взорван, остался лишь бункер. Рядом возвели эти многоэтажки с недорогим жильем, почти в центре сплошь разбомбленного города. Квартира съемщики – потомки тех, кто когда-то его восстанавливал. Итальянских, турецких, югославских гастарбайтеров. С каждой новой волной мигрантов Берлин становился все пестрее. И в итоге это та самая Европа, закат которой уже который год предрекают в России. Но она, как видите, стоит, хотя проблем между соседями здесь хватает. Однако, возможно, так все-таки лучше, чем когда один народ, один рейх и один фюрер. Путинизм подошел с этой агрессией к вот этой точке трансформации. Когда уже неважно будет, мы будем его называть фашистским или нет, но мы будем точно знать, что он представляет такой же тип угрозы. Что он может нанести чудовищный ущерб не только самому себе самоубийственной, но и Европе в целом. Обо всех тех жутких вещах, которые я застал подростком, я решил написать в этой книге. Я старый человек. Эти воспоминания, они для моих детей, внуков. Закончив работу, я написал это вот предисловие. Для меня было особенно важно моим потомкам, родившимся позже, дать представление о тех временах, которые, надеюсь, больше никогда не вернутся. Первый экземпляр книги «Почтальон» привез мне домой 24 февраля. И именно в этот день в Украине началась война. «Почтальон» привез мне домой 24 февраля. Субтитры создавал DimaTorzok